Вопрос взаимодействия с департаментом здравоохранения, то есть полное понимание, это, конечно, тот необходимый базис, который был сразу выстроен. Потому что сразу же, как только было предложение о создании на дне главного врача, было это представлено, отзыв был такой со стороны главных врачей. И вот наши первые шаги и переход от создания Тюменского некоммерческого партнерства к вопросам аттестации, к вопросам непрерывно профессионального образования непосредственно. И сейчас очередное направление как раз, как общество взаимного страхования, решение вопросов защиты и непосредственно врачей на рабочих местах. И самое главное, вот это доносится до врачей, это идеология. Идеология того, что у нас в регионе это вопросы не просто профессионально, а здесь власть заинтересована развивать это направление. Поэтому вот наша первая аттестация, которую мы начинали, и переход именно на тестирование, это тоже шаг был сделан достаточно с определенной подготовкой. Потому что с каждой ассоциацией мы работали, готовили вопросы, тестовые вопросы. Ведь не можно было взять вопросы, либо сделать очень простые, что все были допущены к тестированию. И на этом, как мы понимали, это дело могло бы просто дальше не продвинуться. Но надо было найти эту золотую серединку, и вначале мы даже делали тесты общие. Потом мы поняли, что надо делать по категориям. Действительно, первая категория, вторая и выше, чтобы видели различия. Но мы еще пришли к тому, что надо вывесить все вопросы. И есть возможность как раз отслеживать, как врачи входят, регистрируются и как они просматривают вопросы. И вот эта взаимосвязь, она очень ценна, потому что я являюсь еще заместителем председателя областной аттестационной комиссии. Когда мы проводим непосредственно аттестацию, уже задаешь вопросы, я всегда задаю вопрос, как вы прошли тестирование непосредственно, были какие трудности, что бы вы хотели непосредственно, чтобы было дополнительно по вопросам, по каким-то направлениям в эти тесты добавлено. Всегда находишь ответ, потому что врачи все равно идут на аттестацию, они волнуются. А здесь вот они понимают, что их спрашивают, и они как профессионалы могут еще внести свой какой-то вклад. И у нас на аттестации еще присутствуют специалисты, с Хантов приезжают, с Алихарда бывают у нас. У них этого нет. И вопросы вот мы, когда даже онлайн-тестирование проводили, у них брали интервью, им тоже было это интересно, они свои отзывы оставляли. То есть мы сейчас уверены, что направление выбрано правильно. И мы только сейчас конкретно рассматриваем вопросы о совершенствовании. То есть у нас 150 тестовых заданий есть, мы отслеживаем, специалистов оценим во время аттестации. И следующий шаг – это электронный журнал. То есть мы понимаем, что врач-специалист – это не просто врач, который работает, он должен мыслить. А самое главное, он должен анализировать. Анализировать. А когда человек анализирует, он явно мечтает и планирует что-то. Он отрабатывает какие-то, ставит перед собой стратегические задачи, тактически их решает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!